Здравствуйте! Вы на вечеринку? Да! Предъявите, пожалуйста, свои билеты и тапки. Вот тут тапки у нас есть, у нас пижамки есть. Замечательно проходить. На УВА-ходе у библиотеку замест звыклого работника у строгим оденни, гостей сутракая отказный квартира с дымшек у халате. Головное правило про УВА-ходе у импровизованную коммунальную квартиру только комфортное оденье и обовязково сменный хатни обык. Как перевоплотиться в такой образ? Он комфортен? Конечно. В душе каждой женщины, наверное, живет стерва. Такая ответственная квартира-съемщик, которая ходит к соседям, следит, подслушивает и пытается навести свой порядок. В последнее время мы замечаем увеличившийся читательский интерес, потому что мы придумываем такие мероприятия, которые привлекают людей, они приходят к нам и замечают, что у нас здесь оказываются еще интересные книги, а еще у нас и Wi-Fi, и почему бы у вас просто не посидеть в очень уютных зонах. Текавость до свято была такой, что навод возникла чаргана вечерину у 70 человек. Я помню достаточно большие библиотеки, когда в школе училась, в институте училась. Сидишь, обложишься книжками, переписываешь, и тишина, и слышно, как муха где-то пролетела. А сейчас для меня вот этот уровень звука, он абсолютно никак не вяжется с понятием библиотека, потому что все шумит, все гремит, все смеются, все улыбаются. Что можем понять из библиотека? Знания, книги. А сегодня что это? Развлечения. Тебе нравится ходить в библиотеку в носках, вот так, как ты сегодня? У меня просто тапочек не было. Ну, удобно, скажи. Очень. Под час свято гости опунулись у знакомитой касты Алиса Украинецудов, познайомились с библиотекарем, хомяком и рыской, и прошли квест по мотивам книги «Метро-2033» у подвала библиотеки. А где мы находимся вообще? Мы находимся в пустапокалиптическом метро после ядерной войны. Как известно, московское метро было самым большим в Советском Союзе атомным бобообежищем. Единственные люди после атомной войны, выжившие, выжили именно на станциях московского метрополитена. Одним из условий нахождения на этой станции является то, что они могут действовать только пока играет музыка. Сейчас я отключу музыку, и они должны замереться. В библиотеке Карла Маркса планула сделать такие неформатные вечорыны традиционными. Катерина Булукова, Александр Тарасов, Новины, Регион.